Христос Воскресе! Я скажу только вам о том, что нужно читать. Читать надо. В том смысле, что мы отслужили вчера и сегодня, сейчас кратко прославили преподобных и богоносных отцов Печерских. Вы знаете, что первая книжка «Жития святых» аутентично русская. Это «Жития святых отцов Лавры Печерской». Который нужно прочесть. Сейчас не так легко туда поехать, сами понимаете. Наоборот, люди стремятся туда выехать. Но потом все усядется и уляжется. Но все равно это путешествие. А вообще, чтобы вам звучали как родные эти имена. Исаакий Затворник, Прохор Лободник, Агапит Целебник, Иоанн Многострадальный, Пимен Многоболезненный, Феофил Слезливый. И там целый полк святых под землей скрылся. Люди же под землю лазят за сокровищами. Есть такое старое благословение. Я помню, я лично слышал его. Допустим, куда-то в старое село, куда-то заезжаешь, там в горы, где-нибудь в Карпаты, там где-нибудь еще там, или просто по селам в долине. Вот ездишь там, значит, и там, когда службу служишь на празднике каком-то, потом бывает такое, можешь услышать что-нибудь такое очень древнее. Какая-нибудь старушка такая древняя-древняя. Может сказать там, спасибо, что к нам приехали, спасибо, что помолились с нами, а чтобы вы были сильные, как вода, а богатые, как земля. Вот я помню, слышал таких от христианок, старых христианок. Земля богатая. Что у нас есть? Все есть из земли. Начиная хлебом, заканчивая алмазами. Она нас носит, и мы в нее вернемся, а пока живем, то мы, значит, от нее богатством набираемся. И вот эти сокровища краснобогатые, в земли сокровенные, преподобные отцы Печерские. Вы туда, повторяю, еще скоро не поедете. Ну, ясно, что не завтра. Но вот я бы рекомендовал вам познакомиться с житиями этими. Это начало книжной мудрости на Руси. Первый летописец русский Нестор, Печерский отец, и с жития святых Печерских – это то, что нужно когда-нибудь догнать и прочесть. Вообще нужно сказать, что христианство – это вера, в которой много читают. Как иудаизм невозможен без книг, это религия книжников, так и христианство, взявшее свою эстафету от Верхозаветной Церкви, от Церкви народа иудейского, полюбило книги, и без книг нет жизни. Нет жизни без книг. Нечитающий книг, ну, умеющий читать, но книг не читающий – это какой-то добровольный преступник. И люди, читающие книги, всегда будут править людьми, смотрящими только телевизор. Этот афоризм, особенно сегодня, очевиден для нас с вами тоже. Манипулируются мозги человеческие, вращаются, как клоуном, как цыган-сонцем крутятся мозги человеческие, людей, у которых нет фундамента веры и нет фундаментального глубокого образования. Поэтому надо читать книги. Потом наступит время, когда вы не будете ничего читать, и не надо будет. То есть чтение вообще, оно имеет такое свойство, значит, вот оно всё восходит в Библию. Потому что в Библии есть все жанры, все жанры литературные есть в Библии. Эпистолярный там жанр, хроники царей, космология, там детективы есть в Библии, там есть всё, что хочешь, там есть. Библия – это вместилище всех жанров литературных. И там Николай Сербский говорит, что, значит, хочешь узнать, что такое Библия – прочти её. Это, кстати, очень большой труд, от корки до корки прочесть Библию – это очень большой труд. И кто сделает его, того Бог не оставит никогда. Это очень важный труд, тяжёлый. Сколько там он времени займёт у человека, там полгода, там или больше, или меньше, но это очень важный труд. Поверьте мне, что у вас всё поменяется в сознании вашем, и вокруг вас, и внутри вас. И Бог вас никогда не оставит. И все беды справедливо падают на головы безбожников, особенно людей, которые крещённые, грамотные, но Библии пренебрегли. Так вот, говорит Николай Сербский, прочти Библию, потом отложи Библию и не читай её. Но читай всё вообще. Читай Платона, Аристотеля, читай Фукуяму, читай Фрэнсиса Бэкона, читай газеты, читай детективы, читай научные статьи, читай публицистику, читай. Короче, всё, что написали люди, всё читай. Всё читай. И займись этим годик, полтора, два. А потом опять возьми Библию, ничего не читай, и ещё раз прочти Библию. И вот только тогда ты узнаешь, что такое Библия. Как отличается слово Божие от слова человеческого, от девальвированного, обесцененного, обессиленного, кастрированного человеческого слова. Как отличаются простые библейские слова. Это очень важный опыт такой. Так вот, нам нужно много прочесть. Главное, о чём мы должны читать, это Библия. Но кроме Библии ещё жития святых. Вот я называю вам то, что нужно будет прочесть. Это вот жития святых отцов Лавры Печерской. Киево-Печерский потерик, точнее, скажем так. В 16 веке он звучал так. Животы свенты ходятся в Лавре Печерской. По-польски был написан, переведён. То есть его даже поляки прочитать успели. Потом, смотрите, возвращение Крыма произошло, так случилось, никто этого не планировал, на память святого Луки Война-Ясенецкого, всемирно известного хирурга в области гнойной хирургии, известного архиепископа, исповедника, проповедника Евангелия. Надо прочесть о нём книгу, автобиографическую. Это очень важный человек для нашей истории. Лука. Книжку, которую он написал сам про себя, уже будучи слепым, он надиктовал её стенографистке, называется «Я полюбил страдания». Это потрясающая книжка, она небольшая. Кстати, как и Печерский потерик, он небольшой. Её тоже нужно прочитать. Потом, как было отмечено совсем недавно, что тоже не планируя ничего, начало этой тяжёлой, болезненной, хирургической, ну если насморк сам пройдёт, какая-то там болезнь пилюльками вылечится, а тяжёлые болезни лечатся хирургией. Тяжёлая болезненная хирургическая военная операция, неизбежно имевшая начаться, и начало её попало на память святого воина Фёдора Ушакова. Он книжек не писал, но написаны есть книжки о нём. О нём известно то, что он племянник известного преподобного отца, как и его звать Фёдор Саноксарский. Вот про Фёдора есть книжки. Я недавно прочёл о нём книгу и был просто поражён глубиной и широтой этой души. Это великий столб Фёдор Саноксарский. Его племянник – это как раз воин Фёдор. Я только знаю одно, что его родители были из Преображенского полка, и что папа его восторгался образом Петра Великого, и детей своих воспитывал по Петровскому принципу трёхчастному. Он говорит, спи мало, всё делай своими руками и до смерти учись. Такие три правила он вбил в сознание своих детей, которых было у него много, и они просыпались утречком, по-суворовски обливались холодной водой, делали зарядку, потом делали всё сами, маленькие дворяне. Дрова рубили, одежду чистили себе, огонь разводили, кашу варили. Делай всё сам, спи мало и всю жизнь учись. Слышите, хотя бы вот такие три простых вещи. А какие великие люди вырастают из таких простых вещей? Фёдор Ушаков, мало того, что он не проиграл ни одного сражения, как суворов на море, он проявил впервые чудеса христианского милосердия к матросам кораблей противника. Представьте себе, разбит, например, какой-нибудь корабль турецкий, и с него как горох посыпались матросы в море. Кто их когда ловил? Никто никогда утонул, да и до свидания. Война есть война. Ушаков первый в истории мира, в истории флотоводства и морских сражений, по окончании битвы вылавливал из воды всех матросов, барахтающихся в воде, разбитого противника. Никогда никто этим не занимался. Ещё слово «сос» ещё не было в морском словаре, ещё никто не бежал на помощь тонущему судну, независимо от флага его приписки. Он был первый человек, который проявил на море, на войне, на море чудеса христианского милосердия. Он был девственник, он ни однажды девушку не поцеловал. Не то, что не женился, он никогда не бродил по кабакам, никогда не шлялся по злачным местам, сходя на берег. Неизвестно ни одного случая его увлечения какой-нибудь женщиной, или общедоступной женщиной, как это у матросов в обычае, или чьей-то женой. То есть он ни в одной любовной интриге не замечен. Он жил, как монах на корабле. Жалование свое раздавал матросам. За свои деньги женил их по окончании службы. В морду никогда никого не тыкал, как это было обычно на флоте. Чуть что, бам, в зубы. Чуть что, бам, в зубы. Такая была дистанция. На флоте вообще служба была такая тяжелая, что в Англии современной, Англия морская держава, королева морей, ну, собственно, блудница, сидящая на водах, это, собственно, Англия тоже. Так вот, служба на море была такая тяжелая, что английские власти заменяли каторжные работы на службу на море для клейменных преступников. То есть сидит, например, человек в тюрьме или на каторге, ему говорят, ладно, бросай Кайло, пошли на флот служить, на флот Ее Императорского Величества. Говорит, не, не пойду. Я лучше буду с Кайлом на каторге, чем на флоте. Такая была тяжелая служба. И Ушаков, чем мог, эту службу облегчал и проявил удивительные чудеса милосердия, человеколюбия и к своим матросам. Он не давал их ни в плен, ни следил за их здоровьем, за гигиеной, за кормежкой. Воспитывал их как родной отец. Вот его бы тоже познакомиться с ним. Нужно прочесть его жизнеописание, потому что это славный сын нашего Отечества. Его цитата сейчас украшает многие баннеры, и ее произнес и президент. Сказал, что они не планировали ничего, оно так совпало. Ну вот, пожалуйста, значит, он сказал, что сии грозы будут к славе нашего Отечества. Грозы пройдут, это все к славе нашего Отечества. Федор праведный, Федор Ушаков, воин Федор Ушаков. Смотрите, какие у нас появляются интересные святые. Раньше у нас все были монахи да монахи, юродивые да юродивые, и князья еще там затесывались. Благоверные князья, преподобные да юродивые. Вот и вся была русская святость. А потом у нас появились мученики и новомученики. А потом появился святой врач, хирург Лука Есеневой на Есене. Потом появился святой адмирал, Федор Ушаков. Представляете, какая жизнь интересная русская началась заново. Началась новая страница русской истории. Значит, нужно все это читать. Потом наступит время, когда вы уже не будете размениваться ни на Чехова, ни на Толстого, ни на билетристику, ни на журналистику. Когда вы будете читать только Библию, только Библию и больше ничего. А потом наступит время, когда вы даже ее читать перестанете. Потому что наступает время, когда вообще ничего читать не надо. Бывает такое время у человека, когда он знает молитву Отче наш, знает Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного, знает Евангелие почти наизусть, знает литургию. Ему больше ничего не надо читать. То есть наступит время, когда нужно будет перестать читать. Но сегодня до этого времени еще очень далеко. Поэтому я прошу вас, что вы читали. Читали Псалтирь, читали Пророков, читали Закон Божий, читали Евангелие Святое, читали Толкование на Евангелие, читали Жития Святых, Лавры Печерской, читали жизнеописание наших флотоводцев и полководцев, читали вот эту книжку «Я полюбил страдания». Это автобиографическая повесть авторская Святого Луки, воина Осенецкого и многое-многое. Потому что люди верующие должны быть очень образованными. Это не в плане дипломов. Дипломы можете повесить в сарае на гвоздь, чтобы их там и не видал никто, потому что ничего не значат. Дипломы, медали, ордена, почетные звания в принципе не значат ничего. Как иногда это все мы вдруг узнаем внезапно. Мы там хвалились, гордились, гордились, хвалились, потом вдруг узнали, что вот это все, это мусор, и ничего это не значит. Вы сами знаете. Когда вдруг драгоценностью становится коробка спичек, бутылка керосина, банка сгущенного молока, мешочек сухарей, магазин патронов, если хотите, штык-нож, и живые дети. Вот это драгоценность настоящая. Понимаете? Если еще там у тебя в голове осталась молитва какая-нибудь на память выученная, это тоже твоя драгоценность. А все остальное это мусор, это фуфло, простите меня, за которым мы бегаем, как дурачье, всю жизнь за фуфлом пробегали. За этим, за этим, за этим, а оно потом вдруг хлоп и ничего не значит. А что вы раньше об этом что ли не знали? Вы и раньше знали об этом, просто вы не делали выводов из этого. Никто из этого конкретных выводов не сделал. А теперь по неизбежности сделаем. Поэтому сейчас время много читать. Потом оно пройдет, и мы тоже ничего уже читать не будем. Все, что в памяти уносишь с собой, значит, то и есть твое сокровище. Кстати, сегодня еще чрезвычайно интересная память святого Павла Припростого. Павел Припростой. Это был мужик необразованный, простой египетский крестьянин, лет под 60 ему было. У него была жена блудливая, неверная, блудливая зараза такая была. Он в поле пахать, а она кого-то себе там цигель-цигель айлюлю, как бы домой, и с ним блудить. Однажды он вернулся раньше и застал ее прямо с этим мужиком, каким-то там очередным. Павел, слава Богу, дай Бог ему здоровья, я бы сказал, если бы он жил сегодня. Павел перекрестился и сказал мужику, а, ты любишь ее? Ну, корми ее, я давно в монастырь хотел уйти. Повернулся и ушел. Она тебе нужна? Ну и занимайся ею. И больше домой не вернулся. Пошел к святому Антонию, а был уже престарелый. Люди старели раньше, тяжелый труд на солнце всю жизнь. Он пришел к Антонию и встал возле его дверей. Антоний вышел, говорит, ты кто? Я хочу быть монахом. Ты старый, ты не можешь быть монахом. Закрыл двери. Вышел Антоний через три дня. Павел как стоял на месте, так и стоит. Говорит, ты кто? Я хочу быть монахом. Ну, заходи. И, короче, Антоний стал с него веревки видеть и издевался над ним очень долго. Говорит, делай как я, например, говорит Антоний, и не ест неделю. Он говорит, как ты, так и я. Потом начинают есть через неделю, ломают хлеб сухой, мочат в воде, едят. Потом Антоний, говорит, только кусил кусок, говорит, я наелся. Говорит, я тоже. Говорит, как ты, так и я. И он испытывал того Павла много-много-много, потом сказал Павел, Павел, Павел. Короче, ты, в общем, ты алмаз. И потом, когда приводили самых страшных бесноватых, самых страшных бесноватых, и он говорит, этого к Павлу. Это Павел может. И Павел ни одной книжки в жизни не прочитал, но имел крепчайшую веру и был совершенно неодолимый человек. Павел припрост. Сегодня память его. О нем пишется в Лапсаике. Какого-то жутко держимого человека привели к нему. А в нем был страшный бес, который хулил Иисуса Христа и все на свете. И этого Павла тоже обзывал из бесноватого изнутри. И Павел говорит, выходи оттуда. Выходи быстро. Сейчас я помолюсь Христу моему, тебе будет плохо. Выходи. И он зашел на какой-то камень и сказал полдневную жару в Египте, там под 50 градусов жары. Говорит, Иисусе Христе, не сойду с этого камня, пока ты не выгонишь этого демона. И стоял, прям спекся весь на этом камне на полдневной жаре и бес заорал и вышел. Павел, короче, припростый. Сегодня тоже память его. А где про них пишется? Есть такая книжка, Лавсаик. Запомните, Лавсаик. Палладия. Епископа Палладии Ленопольского, где он там обходил все монастыри египетские и пособирал все истории, которые были еще живы среди святых отцов 4-5 века. И это нужно прочитать, это тоже очень интересно. И сегодня память совершается седьми мучеников в Херсонесе, пострадавших епископов. Семь человек, там Евгений, Капитон, Лапидифор, там их я сейчас все семь не напомню. Значит, они находились, они жили и мучились, и страдали, и проповедовали в Херсонесе Таврическом, в том самом Херсонесе, в этом заповеднике, в котором многие из вас были в Крыму, в Севастополе, наверное. Это один из древнейших античных городов, откуда на Первый Вселенский собор посылали епископов. Они там семеро были, и их всех семерых убили в течение нескольких десятилетий одного столетия, четвертого. То есть там примерно, допустим, 300, например, там 25-й год, там одного убили, 330-й второго убили, там 340-й третьего убили. То есть их за полстолетия одного века семь человек одного за другим поубивали. Можете себе представить, что такое епископ? Вот представьте себе, назначают епископа на кафедру Херсонеса, а перед ним там только что одного забили камнями до смерти. Ну что, пойдешь туда? Пойду, пошел. Прослужил год, его тоже забили камнями до смерти. Третьего выбирают, назначаешься епископом Херсонеса, перед тобой там только что двух забили до смерти. Пойдешь? Пойду. Рукоположили, послали, через два года и его зарезали. Четвертого посылают, пойдешь епископом Херсонеса, там перед тобой только что двух забили до смерти, третьего зарезали. Пойдешь? Пойду. Иди. Он там живет 4 года, его тоже вешают там или топят в море. Итак, 7 человек подряд в течение каких-нибудь 20-30 лет. Если можно сказать, что такое епископ, пойдешь в Херсонес, пойду, иди, через 3 года труп. Следующий, пойдешь, пойду, иди, через 2 года труп. Так было раньше в римской церкви. Папы римские, когда их выбирали нового папу во 2-м веке, в 3-м веке, над ними тут же заупокойную молитву читали. Потому что всем было понятно, что он побудет папой, ну, может, там, год, а может, полгода, может, полтора года, ну, недолго, короче. Как покойников оплакивали их. И люди поднимались на епископскую кафедру, как на помост с гильотиной. И они сознательно шли туда, они весело шли. Вот это епископство не за властью, не за почетом, не за тем, что тебе ручки целовали, а за тем, что тебя убили через год. Шли 7 человек один за другим в течение 30 лет. Сегодня память их Херсонес, Таврический, окраины Севастополя, Великий музей, там будет еще много разных работ проведено, даст Бог. Там есть план сделать такой музей всемирного христианства, как-то так он звучит. Это вообще грандиозное нечто. Там амфитеатр раскопанный, центральные улицы, агора, фундаменты церквей, это вообще красивейшее место. Одно из самых красивых мест, которые я посещал за свою жизнь. Вот сегодня тоже их память. Нужно знать это? Ой, нужно, братья и сестры, ой, как нужно. Как грешно жить на своей земле туристам? Как это грешно и паскудно, когда люди живут на своей земле, как туристы, и ничего про свою землю не знают? Когда они знают, здесь распродажа будет, здесь Ашан был или будет, значит, наверное, был. А здесь вот такой магазин, а здесь такой магазин. А где у тебя здесь? Это что за храм? Не знаю. Как называется? Не знаю. А там что-нибудь святое интересное есть? Не знаю. А что ты знаешь? Ну вот там магазин, там магазин. Вот все, что знает человек про магазины. Нельзя жить на своей земле как туристы. Если человек живет как турист на своей земле, его с этой земли выгонят. Это закон Божий. Его просто выгонят с этой земли, ибо он не достоин жить на этой земле. Он просто турист. Он типа так погулять вышел. Вот нам нужно читать, узнавать, вразумляться. Книжка, она же такая. Одна книжка тебя повеселит, и ты жить захочешь. Другая книжка тебя так ударит, что ты ляжешь спать. А третья книжка тебя заставит взбодриться, и ты испугаешься. Они книжки, они вообще, это великие друзья. Они делают великую работу. Так что вот мы закругляемся на этой части нашей прощальной беседы. Я вам назвал несколько названий книжек, которые стоит читать. Христиане не имеют права не читать. Не имеют права не читать. И как я уже сто раз говорил, наушники всякие, гаджеты всякие, носители разной информации в помощь вам. Кто мешает на телефон записать себе, скачать апостола Павла или откровения, или пророка Исаию, наушники в уши, едь в метро и слушай. Кому какое дело, ты слушаешь какую-нибудь там популярную группу, или ты слушаешь священное писание. Никому никакого дела до вас нет. Поверьте, вы никому не нужны, кроме Бога и Божьей Матери. Не важно, что вы слушаете, а вы знаете, что вы делаете. Поэтому гаджеты вам в помощь. Изучайте Божье Слово и читайте хорошие книги. Это ваше спасение, это защита вашей души. Жизнь наша на кресте повисла. Иисус безгрешный. На кресте повис, чтобы я вечно жил. Грехи мои забрать пришел Иисус. И таким образом мы сегодня закончим вторую неделю Великого Поста. Вот и все. Две недели шмых как не было. Их всего-то семь. То есть уже треть прошла, а мы еще проститься не начали. Начинайте. Помогай вам Бог. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok